Алишер, Алишер, это ты! Можно сводкаться! Можно сводкаться, Алишер! Можно, девочки, но у меня, кажется, возникла более крутая идея. Залезайте ко мне в машину. От первого лица я Маргенштерн. Сегодня будет необычный ролик. Сегодня будет моя жизнь. Вы просите у меня больше роликов от третьего лица? И сегодня я хочу попробовать новый формат. Допиваем кофе и погнали снимать для вас новый ролик. Это там еще кто? Здравствуйте, уважаемый. А Бубнов Денис здесь проживает? Ну да, это я. А что такое? Вы эту квартиру давно снимаете? Да месяцев восемь уже. А вы вообще кто? Представьтесь. Старший лейтенант Воскобойников Игорь Юрьевич. Как еще раз? Воскобойников, я говорю. Игорь Юрьевич, у вас какой-то голос, мне кажется, знакомый. А мы раньше с вами не общались? Я не знаю, что вам кажется, но у меня в руках постановление суда, в котором сказано, что вам нужно покинуть эту квартиру до 12 часов дня. В смысле покинуть? Вы что такое говорите? Я вообще-то живу здесь официально, плачу за нее регулярно, и на руках у меня договор есть. В итоге сотрудник полиции мне все объяснил. Оказывается, владельцы квартиры, с которым я подписывал договор, квартиру продали. И новые владельцы требуют выселить всех жильцов. Советую поспешить. У вас осталось совсем мало времени. До свидания. Жесть, это как так-то? Как такое могло произойти? Может, развод какой? Хотя полицейский настоящий. Срочно звоню хозяину квартиры. Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, делать деньги, блин, вот так. Эх, Азиз, что-то совсем мне скучно становится. Хочется сделать что-то такое, что-то такое, ну что прям все кайфанули, понимаешь? Все, что пожелаете, Алишер Тагирович. Вы просто скажите, и я сделаю все, что вы хотите. Знал бы я, Азиз, как зажигают в таких маленьких городах возле Москвы. Уже бы давно где-нибудь в салате валялся. Кстати, а когда у нас следующий концерт? После завтра утром, Алишер Тагирович. Офигеть, еще не легче. И что делать все это время? Надо же как-то себя развлекать. Останови-ка здесь, Азиз. Азиз остановил машину. Открыл мне дверь. Со мной не ходи, я сейчас. Ну я кому сказал-то, Азиз? Не могу, Алишер Тагирович. Я должен находиться рядом. Мало ли что. Ладно, иди. Только подальше будь. Не пугай меня тут никого. Алишер, Алишер, это ты! Можно сводкаться? Можно сводкаться, Алишер? Можно, девочки. Но у меня, кажется, возникла более крутая идея. Залезайте ко мне в машину. Мы с новыми подругами сели в машину. Азиз закрыл за мной дверь, сел за руль. Девочки, а есть у вас какой-то хороший друг, над которым можно очень жестко пошутить? Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Что б тебя! На старую квартиру пойду. Там пока поживу. Так, я собрал чемодан всех самых необходимых вещей. Оделся, вышел в подъезд. Там меня уже ждал полицейский. А вы быстро, молодец. Давайте ключи. Твою мать, ключи! Я лью кристалл, и шардок моет. Мечтал теперь моет. Круто, я в шоке. Тусим на чужой хате, при этом хозяина типа менты выгнали. Так я еще ни над кем не выгорал. Алишер, а это не слишком жестко, как думаешь? Да нормально, я же ему все компенсирую, бабки есть. И потом, где он еще такие эмоции получит? А когда мы уже раскроемся? Еще не время. Азиз, пойди сюда. Давай, Алишер Дагилевич. Давай вторую часть плана начинай, и вам бы, девчонки, пора появиться. Опечатано по решению суда? Молодой человек, а вы что это там делаете? А ну-ка, отойдите от двери. В смысле? Это моя квартира. Куда отойти? Что здесь вообще происходит? Ваша квартира опечатана по решению суда. Спасибо, я читать умею. А вы знаете, что за вскрытие печати предусмотрена уголовная ответственность? И что мне теперь делать? Вы понимаете, мне жить негде. У меня даже ключи от этой машины в квартире остались. Это ваше дело, гражданин. Мое дело, чтобы все по закону было. Ладно, скажу одно, кому-то вы очень дорогу перешли. И что получается? Обе квартиры опечатаны, ключей от машины тоже нет. В кармане всего 2000 рублей. И погода эта еще прям зима началась. Так, за один день из блогера-миллионника я, выходит, стал бомжом. Все оборудование для съемок осталось в квартире. Значит, снимать я пока не могу. Но могу продать телефон. Этого хватит, чтобы прожить месяц. А что потом? Идти бомжевать вместе с героями моего ютуб-канала? О, Денис! А ты чего здесь сидишь на улице? И чемодан тебе зачем? На отдых лететь собрался? Этот чемодан, все мое имущество теперь. В смысле? Что случилось? Понятия не имею. Квартиру опечатали, теперь я бомж. Даже машины нет, ключи забыл. Ну хотя бы от одной квартиры, у тебя есть ключи? От этой, но она опечатана, туда нельзя ходить. Ой, да прям нельзя. Менеджин налепил обратно оторванную печать. Значит, я могу ее отклеить, зайти в квартиру и потом просто налепить ее на место. И это все может заснять на камеру. На, держи. Ого, хера 8 black. Откуда она у вас? Я вообще-то тоже блогером хочу стать. Вот камеру себе прикупила. Ладно, погнали. Мы с Лизкой и Ленкой быстро пошли по дороге в сторону подъезда. Чемодан здесь оставим. Правильно, нет времени его с собой тащить. Все, пошли. А то не хватало еще, чтобы меды второй раз пришли и заболели нас. Будьте здесь, я один пойду. Я быстро. Вот уж не думал, что сегодня буду вломаться в собственную квартиру, да еще и записывать все это на камеру. Хороший ролик получится. О, тут и на машину второй комплект есть. Ну как, нашел? Да, там еще и на машину были. Все, пошли. Мы с девчонками вызвали такси. Через 15 минут уже были возле моей машины. Ну спасибо, теперь хоть у меня машина есть. А в ней, если что, и переночевать можно. А в эту квартиру ты не пойдешь? Зачем? Машину я вернул, а рисковать на раз на ментов нарваться что-то не очень хочется. Алло. Ну вы там скоро, девчонки. Я уже устал здесь на диване валяться и на самого себя в телике смотреть. Да все не по плану пошло. У него вторые ключи от машины в старой квартире оказались. Блин, что делать? Давайте я может и Азиза за ним пошлю. Он его за шкирку сюда принесет. Но это уже не будет розыгрыша. Да, он сам должен вернуться домой. Но вы же его лучше знаете. Придумайте что-нибудь. Короче, еще полчаса жду и выхожу. А то совсем тут уже от скуки помираю. Пипец. Он через полчаса уедет. Что делать будем? Слушай, он же видеоблогер. И дома у него оборудование есть. И что? Он сказал, что больше рисковать не будет. Ну давай скажем, что камера нужна для съемок и вообще все это незаконно. Ладно, сейчас позвоню ему. Девчонки смогли меня уговорить. И через 20 минут мы уже стояли в моем подъезде. Вы понимаете, что вы меня под статью подводите? Нельзя снимать печать в печатной квартире. За это уезжают далеко и надолго. Ой, да ладно тебе. Первый раз же прокатило. Там печать уже сорванная была. И вообще, если тогда получилось, не значит, что сейчас получится. Ой, да ладно, не ссы. Давай. Странно. Я вроде дверь же встали не закрывал. Здарова, брата. Как жизнь. Как ютуб. Моргенштерн? Ну как ты? Откуда вы здесь? Да, сегодня на концерт ехал, братан. И так тоска навалилась смертная. Надо было что-то замутить. А тут как раз твоих подруг встретил. Ну и решили жестко пранкануть тебя. Чего? Они были в курсе? Ха-ха. Разыграли, разыграли. Разыграли. Да ладно, чё ты, не парься. Вот тебе денег, покрой моральный ущерб. Слушай, Алишер, а можно вместо денег в канал мой попиарить? Ну ты и наглый, конечно. Ну ладно. Ребят, подписывайтесь на канал Корявый Блог. Ставьте лайки и жмите на колокольчик. Чтобы не дай бог не пропустить новые ролики на этом крутом канале. И самое главное, ребят, обязательно посмотрите этот ролик весь, до конца, полностью. Ведь вас еще ждет целых 5 новых эпизодов про Моргенштерна. Приятного просмотра. Это было тупое утро 19 февраля. Я проснулся, сразу взбесился от мысли, что опять идти в школу. Я быстро встал с кровати, подошел к окну. Хотя, чего это я? Балкон же есть. Я быстро вернулся в комнату, побежал к балкону. По пути меня встретила сестра. Венес, ты куда это несешься с утра пораньше? Не мешай, воздухом свежим дышать буду. Каким воздухом? На улице мороз. Отстань, говорю. Достала уже своими нравоучениями. Вообще все достала. Учеба дебильная, работы нет, денег нет. О, зато мысль крутая есть. Я вышел из балкона, побежал в коридор. Скорее, скорее нужно одеться. Эй, ты куда наряжаешься? Тебе на учебу через час же только. Пораньше пойду. Я обулся, стал выходить из квартиры. Портой, а портфель? А, да, точно, давай. А учебники все собраны там? Да, конечно, Ирин, ты что? Вчера еще сложил. Странно. За ум, что ли, взялся? Достала, достала. Достала эта тупая учеба. Ну реально, какой от нее толк? Денег не дает, девчонок тоже. Я зашел в лифт. Поехал на последний этаж. Будь моя воля, вообще бы учиться бросил. Кстати, мысль интересная. Надо обдумать на свежем воздухе. Ох, как же здесь красиво. Страшно и красиво. Смотрю на весь этот вид и хочется горы свернуть. Стать особенным, уникальным, не быть как все. Думая об этом, я услышал голос сзади. Я обернулся. Стой, пацан, ты это, не надо. На тебя еще жить не жить. Ты о чем, дядь бомж? Совсем перепил уже. Я просто видом любую стою. А, я уже думал, ты это, того. Ну что, походу, тебя совсем достало, да? Да не то слово, дядя Игорь. Достало еще как. Вот было бы круто вообще в нее не ходить. Да не знаю как. Бомж на секунду задумался и сказал. Это, а что ты паришься? Не хочешь? Не ходи. Как этот, как его, Морген, Морган. Моргенштерн. Вот, а, этот пацан. От него фанатию вообще. Я задумался. Пипец. А дядя бомж прав. Зачем ходить в школу, если она меня давно не радует? Вон Моргенштерна из универа выгнали и ничего. День им рэпа стал. А если из школы турнут, это я вообще могу мировой звездой стать. Размышляя об этом, сквозь мои мысли я услышал знакомый противный голос. Я не поняла, что это у вас за посиделки с бомжами на крыше? А, я это, я... Я не знал, что ответить, но меня выручил Бог. Милый вечер, я тут, он мне, вернее, принес кружку, кофейку попить. Хе-хе-хе, выручил. В школу бегом, добродетель. Эх, я пошел к лейхту. Только зашел внутрь, а ко мне подбежал бомж. О, братуха, спасибо, выручил. Встречаемся у баков через три минуты. У меня есть план. Вот бомж хитрец, прям заинтриговал. Интересно, чего за план у него? Я зашел к себе в квартиру, собрал тетрадки, умылся, закинул с собой покушать. Колонку еще возьму. Мы гении, люди интересные. Без музыки не ходим. Я оделся, на пороге опять встретил сестру. Ирин, нам пора переставать вот так встречаться. Хе-хе. Ты что, опять не в школе? Да я тебе... Я бросился убегать от сестры. Она неслась за мной. Уже на первом этаже Ирина отстала. Слабенькая какая. Говорил ей, надо спортом заниматься, а не по салонам красоты ходить целыми днями. Я вышел на улицу, пошел к помойке. Так, ну и где бомж? В записке написано, встречаемся у баков. Может не у этих? Пацан, я тут. Дядя бомж выглядывал из-за угла помойки. Я спросил, а чего это вы прячетесь? У меня зинка, жена, совсем ненормальная. Не дай бог узнает, что я тут. Она тогда мне. Мы с бомжом решили пойти на старую квартиру. Там как раз потусим, и я школу прогуляю. Через 20 минут мы уже поднимались по лестнице моего дома. Зашли в дверь. Эх, как же давно я здесь не был. Бомж стал все подробно осматривать. Его внимание привлекла моя ферма. О, а это что за жуки? Да это не жуки, дядя Игорь. Это муравьи. Их, кстати, попоить надо. Я достал пипетку, набрал воды, налил в одну специальную камеру, затем в другую. Татьяна, пацан, муравьев с тобой покормили, самим бы что пожрать. Да, сейчас, конечно, дядь Бомж. Мы же рэперы, у нас все есть. Я достал мандарины из портфеля, дал бомжу, достал колонку, включил, мы начали тусить. Эй, посмотри, два косаря на мне часы. Мы тусили с бомжом полчаса, тусили час, тусили два часа. Эй, примеро, садро, мехеро, у меня проблема, Машка или Веро. Тут что устроили, дебилы? Игорян, валим, она неадекватная. Мы с бомжом бросились к выходу убегать. В дверях нас встретил полицейский. Наверное, сестра вызвала, нашел в квартире. Извини, товарищ мент, нам некогда, мы рэперы, треки писать нужно. Мы выбежали на улицу, бомж спросил. Ну что, расход? Ты что, какой расход, Игорюсик? Мы же рэперы, гоу дальше тусить. А, гоу-гоу, а то у меня сейчас это, пятки к снегу прилипнут. Хе-хе, рэперская шутка. Через 15 минут мы были уже у меня в подъезде. Подожди здесь, я сейчас. Достал этот бомжара, не хочу с ним больше тусить. Я зашел к себе в комнату, включил комп, сел на стул, начал смотреть клипы рэперов. Я посмотрел Фейса, Фараона, Великого Тимати, Крида, Зверей, ну и конечно же Моргена. Делать деньги, делать деньги, делать деньги, блин, вот так. Все решено, я хочу быть как Моргенштерн. Нет, не так, я и есть Моргенштерн. Так, чего мне не хватает, до вида настоящего рэпера. Я оглядел себя с ног до головы. Конечно же тату. Я набрал телефон самого модного тату салона. Сколько? 10 тысяч за татуху? Да пошли вы в жопу. Через 20 минут поиска, я все же нашел хорошего тату-мастера. Вызвал его на дом. Еще через 20 минут, в дверь позвонили. На пороге стоял тату-мастер, но не один. Бомж Игорян почему-то хотел попасть в квартиру. Подожди, друг, не видишь, ко мне девушка приехала. Я пригласил татушницу в зал. Решил сразу ей дать понять, что я крутой рэпер. Слушай, Чикуля, мне, короче, сюда нужно забомить орла, сюда ястреба, тут будет тигр, а здесь мой характер, ну то есть лев. Хорошо, начнем. Вы боли не боитесь? Как ты сказала? Боли? Хе-хе-хе. Да я Маргинштейн, слышала? Вся моя жизнь это боль. Давай, кали. Я сел на диван, отвернулся, расслабился. Боли нет, боли нет. О, о, как больно, ты что делаешь? Я только варкой протерла. Садись обратно. Да я это, так просто, сама понимаешь, нервы, альбомы, слава. Ох, ну слава богу, очнулся. А? Ты кто? Ты что, ничего не помнишь? Я тату-мастер, мы тебе татуировку сделали, посмотри. Я посмотрел на руку, на ней красовалась крутая татуировка. Глядя на нее, я стал вспоминать, что было, перед тем, как я упал в обморок. Я снова стал Маргинштерном. Ну ты чего за веста? Как тебе тату, нравится? Ну такая, нормальная, путевая, пойдет. Все, вот тебе деньги, давай, мне еще новый альбом за пять минут писать. Я открыл дверь, выпихнул тату-мастера. Ой, Игорян, ты ко мне? Сейчас, подожди, скоро выйду. Так, татуха есть. Что еще нужно? Настоящему рэперу. Хм, я думаю, много денег, но настоящих у меня пока нет, возьму эти. Я стал раскидывать деньги по всему дому и ходить по ним. А что, Маргинштерн так делает, чем я-то хуже? Я зашел в ванну, зачем-то включил воду. От собственной крутости я бегал по дому, танцевал и не знал, чем заняться. Примерно через полчаса я без сил завалился на кровать и заснул. Проснулся я от сильной тряски. Ты что наделал, идиот? Чего случилось, Ирин? Я Маргинштерн. Дебил ты, а не Маргинштерн. Ты соседи затопил. Бегом за тряпками. Я проснулся в своей прекрасной новой хате, осмотрелся по сторонам. Ох, пипец, что вчера здесь было? Деньги везде валяются, голова еще трещит. Вообще ничего не помню. Я встал с кровати, попробовал сделать пару шагов. Ай, ноги-то что так болят? Такое ощущение, что я вчера марафон бегал. Я кое-как дошел до ванны, открыл кран, стал умываться. Чего? Это что еще такое? На моей руке была набита надпись 666. Я попробовал смыть ее. Не стирается. Выходит, это татуха. Я вышел из ванной, зашел в зал. Странно, а где Ирина? Она вроде уезжала на пару дней, но потом вернулась. Или мне это кажется? Да что за хрень здесь происходит? Ничего не помню. Только одно сейчас способно помочь мне. Ох, бодрит. Хотя нифига не бодрит. Какой вообще сегодня день недели? Где мой телефон? Я стал носиться по квартире в поисках телефона. Я посмотрел во всех комнатах. В ванной, на кухне, даже в туалете. Да блин, как так-то? Почему? Мне так не везет. Пока я стоял и ругался на свою жизнь, дверь в квартиру открылась. В дом зашла сестра. Ну слава богу, сейчас у нее все узнаю. Ирин, а что здесь случилось? Денег какие-то накиданы, ноги болят. Я вообще ничего не помню. Ирина лишь зло посмотрела на меня и пошла к себе в комнату. Нет, так не пойдет. Я должен все узнать. Я догнал Ирину и развернул ее к себе. Постой, сестра. Больше никогда не трогай меня своими руками. По выражению лица Ирины было понятно, что она очень зла на меня. И если я и дальше буду приставать, то у меня могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ну и ладно, сам все выясню. Что я маленький, что ли? Я надел куртку, обгулся, вышел из дома, зашел в лифт. Есть у меня одно место, очень помогает мне прочистить мозги и обрести гармонию. Я вышел на 17 этаже, подошел к любимому месту релакса. Ох, как здесь круто, конечно. Красивый вид, свежий воздух, так бы стоял здесь вечно. Но мысли о том, что произошло вчера, не выходили у меня из головы. Внезапно, сзади я услышал звуки и голоса людей. Они шли сюда. Кто-то тоже, походу, хочет видом любоваться. Через пару секунд дверь открылась. На балкон зашли знакомые бомжи. О, пацан, тебя лучше называть это Моргеншарк. Моргенштерк. Да, точно. Ну, Морген, короче, люблю его, не могу. Все песни его прислушал. Эй, посмотри, два рубля на мне час. Бомжи стали танцевать, припевая песни Моргенштерна. Что это с ними? В любом случае, они мой шанс узнать, что было вчера. Я спросил. Товарищи бомжи, а расскажите, пожалуйста, вы меня вчера видели? Как я тебя вел? Услышав мой вопрос, бомжи стали дико смеяться. Как ты сказал, пожалуйста? Ты что, Морген, вчера сегодня день такой ходишь, на матах разговариваешь, а сегодня что, приболел походу, нет? А это точно я был? Может, вы меня с кем-то путаете? Да, конечно, ты был. Он это, у Петровича спросил, у него это, фотографическая память. Бомж Петр внимательно осмотрел меня и сказал. Лицо тоже, одежда та же, только браслет на руке нет, красный такой был. Постойте, я, кажется, что-то начинаю припоминать. Спасибо, товарищи бомжи, очень выручили. Я тут же бросился обратно к лифту. Доехал до своего этажа, забежал домой. Странный какой-то, малыш дар-то наш, да? Я говорю, Игорь, вчера крутой был, а сейчас не пойми, что стало. Я зашел к себе в комнату. На столе лежал тот самый браслет, о котором говорил бомж. Как только я взял его в руки, в моей голове стали пролетать картинки моего вчерашнего дня и ночи. Ты что здесь устроил? Ты соседей затопил! Не парься, Ируся, все решим, бабки есть. Молодой человек, на вас поступило заявление. На, сам возьми, сколько надо. А меня по этим пустякам больше не отвлекает. Меня ванная шампанским ждет. Ну если ты понимаешь, о чем я. Денис, там соседи сейчас нам дверь сломают. Купай музыку. Всех купим, Ирина. Эй, посмотри, два мульта на мне часы. Это что получается? Как только я надеваю этот браслет, я начинаю думать, что я Моргенштерн. У меня появляется много денег и я творю всякую дичь. Ну нафиг, спрячу его куда-нибудь подальше. Моргенштерна я обожаю, конечно, но я и так уже со всеми родными поругался. Кстати, о них. Я зашел в комнату сестры. Она сидела на диване и смотрела телек. Ирин, прости меня, пожалуйста. Я все понял. Я был неправ. Обещаю искупить свою вину. Сестра встала с дивана. Воодушевленно начала говорить. Посуду везде помоешь, палы помоешь, пыль протрешь, мусор выкинешь, экран подчини, а то он течет. Да уж, лучше бы я к ней не подходил. Примерно через минуту сестра закончила перечислять те свои хотелки, а я грустный пошел их делать. Так, с чего там начинать надо? Я помыл посуду, выкинул мусор, протер пыль в зале, в своей комнате, на кухне, в ванной, в коридоре. Фух, пипец, уже устал. А это только начало. Я собрался с силами, взял швабру, стал мыть пол. Чем больше я работал, тем чаще поглядывал на шкаф, где лежал мой волшебный браслет. Сил терпеть становилось все меньше. Мои нервы были на пределе. Еще и сестра прилила масло в огонь. Ты долго убираться будешь? Не сериал смотреть надо, три быстрее. Ах, сериал? Ну, я тебе покажу. Я быстро побежал в свою комнату, открыл шкаф, взял браслет, надел. Ну, привет, мои уважаемые зрители. Вами я, Алишер Тагирович. Где здесь мои бабки? А, вот же они. Цепочки, часики. Все пригодится на этой вечеринке. Я оделся, как король русского рэпа. Пошел к Ирине. Ну что, сестренка, Алишер Тагирович пришел разорвать твой маленький мирок. Дальше все было, как в тумане. Помню я лишь куски происходящего из своей головы. Ну и пару фраз людей, случайно попавших в мои тусовые руки. Так, ну-ка, рассаживаемся. Рассаживаемся, не тормози. Ты куда ты их сажаешь? Это моя машина. Ты тоже садись, будешь подпевать. Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Сделать деньги, сделать деньги, сделать деньги, блин, вот так. Так я тусил не помню сколько времени. Кадры и события летели сквозь меня, как будто были не со мной. Но один момент мне очень запомнился. Вы куда меня ведете? А ну отпустите! Я гений русского рэпа, царь видеоблогинга, король эпатажа, великий Алишер Тагиль. Ух ты, где я? В подъезде походу. Офигеть, что вчера было? Опять почти ничего не помню. Ох, как встать-то? Голова кружится, ноги не держат. Я потихоньку пошел вверх по лестнице. Кое-как доплелся до своего любимого этажа. Выйдя на свежий воздух, я сразу увидел старых друзей. Ну вернее, они увидели меня. Стой! Не выходи! У меня отсюда! Село нечистое! Да что случилось-то, ребят? Я просто хочу воздухом подышать. Что ты всем скажешь? Бежим отсюда! Странные они какие-то. То рады меня видеть, то боятся. Что вчера было-то? Эх, хорошо здесь все-таки. Сразу мысли в порядок приходят. Я еще немного постоял на балконе, сел в лифт, вернулся домой. Прямо на пороге меня встретила злая сестра. Ну что, вернулся в Моргенштерн? Чего? Ирина, о чем ты? Какой Моргенштерн? Ну-ка, открой дверь! Дверь-то зачем? Открывай, я тебе говорю! Я открыл дверь. Выходи! Я вышел в коридор. И чтобы духу твоего здесь не было, дебил! Я, если честно, ничего не понял. За что меня выгнали из дома? Что я такого? Вчера начудил вообще. Я спустился вниз по лестнице, вышел из дома. Недалеко я увидел знакомую помойку. Офигеть, это что получается? Теперь я бомж? Хотя... Ну привет, мои красавчики. С вами я, Алишер Катагирович. Это был четверг, 17 марта. Я, уставший и грустный, шел из школы домой. Уставший, потому что сегодня было целых 7 уроков, из которых 2 математики и 2 физики. Ну а грустный, потому что мне все уже это очень надоело. Каждый день одно и то же. Утром стою, завтракаю, бегу в школу, потому что опаздываю. Потом, как сейчас, уставший, иду домой. Все, достало. Не могу больше так жить. Надо срочно брать все в свои руки и менять свою жизнь. Думая об этом, я остановился прямо посередине улицы. Осмотрелся по сторонам. Люди куда-то идут все, куда-то спешат, торопятся. Но у всех практически одна жизнь, одни правила. Все одинаково. А я хочу быть совсем другим. Я хочу быть популярным и богатым. Как настоящая звезда. Как Моргенштерн. Не пойду сейчас домой. Гулять хочу в парк. С самого переезда в другую квартиру там не был. Я уверенно пошел в сторону парка. Я шел 5 минут, 10 минут, 15 минут. Уже возле входа уверенность моя прошла. Вместо нее появилась ностальгия. Эх, сколько же времени я здесь провел этим летом. Гулял по дорожкам, по лесу, бегал, тренировался на тренажерах и даже смотрел, как боксирует дядя Бомж. Кстати, о боксе. Недалеко я увидел двух гопников в боксерских перчатках. Они о чем-то спорили. Блин, пипец, как хочется подойти, но страшно. Вдруг и мне попадет. Я развернулся и пошел обратно. Меня стали тверзать сомнения. Блин, ну что я за человек-то такой? Обычный. Все бы испугались, и я тоже. А я не хочу быть как все. Я хочу достичь большего. С этими мыслями я развернулся назад и быстро пошел к гопникам. С каждым шагом мне становилось все страшнее. Вот, ничего ты как-то пацан. Давай, соберись. Такой встал, ручки скинул. Раз, два, повторяй. Второй гопник делал удары, которые показывал Сява. Это очень смешно. Не, ну что ты как неродной ножку подворачиваешь? С такими ударами ни один терпила не упадет. Да правильно я работаю. Смотри, у меня правая как кувалда. Не дай бог попасть под нее. Я не выдержал и вмешался в разговор. Не, вся его дело говорит. Без ноги сила удара очень падает. Что? Ты что, пацан? Хочешь сила удара на его проверить? О, а это, кстати, идея. А что, давай, надеваем перчатки малую. Сейчас мы хочу строим раз на раз между вами, а? Да не, Сява, извини. Я не буду с ней драться. Она же девочка. Чё? Слышь, Бурзый, тут это, малец тебя девкой назвал. Тут уже по-любому драться надо. Честь и достоинство на кону. Делать было нечего. Придется драться. Иначе гопники все равно побьют. Сява помог надеть мне перчатки, огласил правила. Короче, рубитесь, пока я вас не остановлю. Погнали. Девочка-гопник жестко пошла на меня. Я поставил блок и принялся уговаривать ее не драться со мной. Перестань, это слишком опасно. Я очень крутой боксер. Вон, смотри, какие... Че? Че я тут делаю? В парке каком-то валяюсь на земле и в перчатках почему-то. Я что, боксом занимался? Ничего не помню. Все, больше не буду так бухать. Я потихоньку встал на ноги. Они меня еле держали. Как я здесь оказался, я не помню. Куда идти, тоже не помню. Я проверил карманы. Да, телефона и денег тоже нет. Нормально так вчера потусили. Обмыли новый альбом. Там лес, значит там дорога. Туда топать надо. О, мент стоит. По-любому знает, что к чему. Я подошел к полицейскому. Он что-то записывал и даже не заметил меня. Здорово, братан. Не подскажешь? Че там? Куда идти к дороге? Че ты сказал? Да я тебе ща... О, Алисар Тагерыч, здравствуйте. Вы к нам какими судьбами? А я знаю. Я вообще где? Вы в Туле, в пролетарском парке. А можно автограф? Давай. Только подскажи, как выйти отсюда. Радостный полицейский достал лист бумаги. Я расписался. Он рассказал, как выйти из парка. Хорошо, хоть из страны не уехал. Тула, она вроде бы рядом с Москвой. Значит, до дома недалеко. Пипец, башка трещит. Надо завязывать с такой жизнью. Через пару минут я уже вышел к дороге. Так, куда дальше? Налево деревня, направо тоже деревня. Перейду дорогу, там спрошу у кого-нибудь. Не успел я оказаться на другой стороне и пройти пару метров, как сзади я услышал знакомый голос. Алишер Тагирович, слава богу, я нашел вас. Это был мой охранник Азиз. Он был очень взволнован. Я вас второй день ищу. Полгорда обчесал, а вы здесь возле парка гуляйте. Да я сам не понял, Азиз как здесь оказался. Очнулся на земле с больной головой и в боксерских перчатках. А, так вы вчера хотели боксировать с каким-то тульским чемпионом мира, поэтому и приехали сюда. Да уж, хорошо, что я его не встретил. Голова бы сейчас точно сильнее болела. Охранник проводил меня в машину, отдал мои деньги и мобильный телефон. О, а я думал, я все потерял. Не, вы вчера, когда последнюю бутылку допили, отдали мне все деньги и велели купить перчатки. Ладно, Азиз, я хочу поскорее забыть этот день. Давай в гостиницу, ну или где мы там остановились. Азиз завел машину, поехал по мрачным улицам Тулы. И как меня сюда занесло. Сидел бы в своем доме в Москве и писал хиты дальше. Надо завязывать с такими тусовками. Хотя, я же гений. Может мне это для вдохновения нужно. Через пару минут машина остановилась. Азиз открыл мне дверь и мы пошли в сторону дома. По пути нас заметил какой-то не очень чистый человек, очень похожий на бомжа. Он быстро побежал в мою сторону и его тут же перехватил Азиз. Да куда ты ломишься? А ну назад! Это он остаёт меня, я его всю жизнь ждал. Азиз оставь его, пусть подойдёт. Охранник отпустил бомжа. Он радостный подбежал ко мне. Морган, Морган, Морган Шторм. Это ты? Да, да, я. Чего тебе? Я твой фанат. Все песни наизусть знаю. Эй, посмотри, два рубля на мне понты, три на шеи, семь под жопой, мне чуть больше сорока. Ну да, примерно так. Чего ты хочешь? А можно я вас пацанам покажу? А то они мне в жизни не поверят. Давай фотку сделаем, тогда поверят. Ну это можно, так у меня телефона нет, я его оставил в особняке своём большом, да. А вот, держи. Я отдал бомжу свой телефон, при даче дал пачку денег. Бомж был на седьмом небе от радости, но хоть кого-то счастливым сделал. Спасибо, Борген, я знаю, что ты гений, а тебе ещё заговорят. Обо мне и так говорят. Всё, Азиз, пошли домой. Охранник проводил меня до двери, я зашёл в квартиру. Пипец, что здесь вчера было? Бабки везде валяются, коробки из Бургер Кинга. Ха-ха, опять походу диету нарушил. Не успел я нормально осмотреться в хате, как входная дверь открылась. В дом забежала мой менеджер Аня. Алишер, ты совсем с ума сошёл? Тебя концерт через час, ты где был? Чё, не ори так громко, Ань, я с утра боюсь резких звуков. Какое утро? Уже почти вечер, быстро собирайся, мы с Азизом ждём тебя в машине. Я понял, Ань, а у тебя есть чё? Я тебе дам чё, никакого алкоголя, чтобы больше не было, а то опять на неделю пропадёшь. У тебя полчаса. Вот так и стал суперзвездой, гением, отцом русского рэпа и топ-блогером. Один фиг бабы управляют моей жизнью. Ладно, хватит нюня распускать. Я пошёл в ванну, умылся, почистил зубы, поставил чайник, дожил. Уже сам себе кофе делаю. Вот это я звезда. Больше не буду так жестко тусить. Пипец, пустой холодильник, даже молока нет. Вот так, ребятки, на самом деле живёт Алишер Тагирович. На полу денег полно валяется, а в холодильнике мышь повесилась. Я взял кофе, поднялся на последний этаж, пойду воздухом подышу. В жопу этот концерт. Подожду, не в первый раз. Ох, какой здесь вид. Не Москва-Сити, конечно, но есть в нём что-то завораживающее, обычное, простое, без понтов. Конечно, Алишер Тагирович, какие поты, это же Тула. Здесь люди простые, душевные. Эй, бомжи, вы как сюда попали? А я тебе говорю, Петрун, настоящий Маргеншторн, а ты не верил. Я сейчас охрану вызову. А ну, пошли отсюда. Давай. Ой, да ладно, пацан, давай, просыпайся уже. Что вы делаете? Я великий рэпер, да хватит меня трясти. Отстаньте от меня, я Маргенштерн. Я тебе что говорил-то, борзый? Как ты его приложил-то? Он уже думает, пацан, что он Маргенштерн. Я поднялся на ноги и посмотрел вслед уходящим гопникам. Офигеть, приведется же такое. Хотя Маргенштерном, судя по всему, не так уж и просто быть. Концерты целыми днями, бурная жизнь. Может лучше пранкером стать, как Эдвард Билл? Я открыл глаза, встал с кровати, умылся, почистил зубы, злой на себя и весь мир поел, поругался с сестрой. Вы совсем охренел? Быстро, ходи отсюда! Оделся, взял портфель, вышел на улицу. Как же меня все достало! Только второй день после каникул вышел на учебу, а уже терпеть ее не могу. Денег нет, девушки нет. Это там кто еще с утра пораньше? Алло. Привет, Денис, это Маша. А, привет, Маш. Слушай, у меня к тебе предложение очень важное для меня. Да-да, внимательно слушаю, Маш. Какое предложение? Я очень тебя люблю, Денис. Ты будешь со мной встречаться? А? Я... Ну я... Это... Я не мог сказать ни слова, просто потерял до речи. Но если я сейчас не возьму себя в руки и не отвечу, то потеряю Машку навсегда. Конечно буду, Маш. Мы же просто созданы друг для друга. Ура! Я знала, мой герой, что ты мне не откажешь. Теперь мы будем вместе. До встречи. Пацан, открывай глаза, приходи в себя. Ну наконец-то, что случилось? Ты здесь чего на земле лежишь? Тебя избили? А ну-ка вставай давай. Да нет, все хорошо. Просто шел и сознание потерял, кажется. Полицейский помог мне подняться на ноги. Еще раз спросил. У тебя точно все в порядке? Помощь моя нужна? Нет, нет, все отлично, товарищ капитан. Все даже лучше, чем вы можете себе представить. Спасибо, я пойду. Ненормальный какой-то. Только что на земле валялся, а теперь улыбка до ушей. Я шел дальше в сторону школы. Улыбка моя была до ушей. Я открыл телефон. На нем красовался вызов Машке большие глаза. Значит, не привиделось. Мы реально теперь встречаемся с Машкой. Я почти дошел до школы. Недалеко от ворот увидел знакомых бомжей. Вот вас мне только не хватало. И главное, перед входом стоят. Обойти не получится. Пацан, а ну-ка, это, войди сюда. Что вам? Я в школу опаздываю. Это, это ты потом успеешь в свою школу. Иди, у меня девушка у тебя есть. Девушка у тебя есть, нет? Ну, конечно, есть. Самая красивая в школе, между прочим. А что? Тогда вот, держи. Подари ей это яйцо, и она по-любому твоя. Ух, ничего себе, какое красивое, дядь бомж. И вы мне его просто так отдадите? Реально? Это, ты говоришь просто так. Давай, это, тысячу, и она твоя. Блин, дядь Игорь, у меня всего тысяча. Мне на нее еще неделю жить. А почему так дорого? Да что, пацан, не видишь, что ли, золото, бриллианта? Эх, ну ладно, давайте. Я отдал бомжам свои последние деньги, пошел в школу. Ничего, как-нибудь проживу, зато сейчас увижу счастливые и влюбленные глаза Машки. Вот она рада будет. Ненавижу, ненавижу, ненавижу всех вас. Вообще, больше в школу не вернусь. Машка просто пранканула меня, что хочет встречаться. Звонила при всем классе. Даже с бомжами договорилась, чтобы мне это китайское яйцо впарили. Я очень грустный и расстроенный шел по улицам города. В моей жизни было просто все ужасно. Денег нет, девушки нет, а теперь еще вся школа завлюбленного дебила считает. Пока я думал о своей никчемности, сам не заметил, как сел на лавку. Рядом лежал красный браслет. Потерял, что ли, кто? Гений. Да уж, кто-то очень в себе уверенный такое написать мог. Слышь, пацан, ты не заносит ништо, а? Передо мной стояли два гопника с района. Ну пипец, осталось еще сегодня получить от них для полного счастья. Да нет, только пришел, а что? Это, а ты тут такого деда седого не видел с палкой в плаще, а? Да нет, говорю же, только сел. Да походу опять свои маги применил и исчез. Достал уже, то появляется, то исчезает. Ой, хватит чудить, Сява, магов не существует. Чё? Да мне хвали, не видать, это маг. Он на его кентухе лям зелени докладовал. Гопники начали сильно спорить между собой. Казалось, еще чуть-чуть и они подерутся. Более подходящего момента свалить отсюда у меня не будет. Я потихоньку встал с лавки и быстрым шагом стал уходить. Сява этот, походу, совсем уже с ума сошел. Маги какие-то мерещутся. Я еще в детском саду знал, что их не существует, как и Деда Мороза, кстати. Почему вы так в этом уверены, молодой человек? Дед Мороз мой брат. Он вполне себе реальный. Ой, да хватит вам чушь-то милить. Дед Мороз его брат, ага, закусывать надо. Стоп, я не понял, откуда он вообще узнал про Деда Мороза? Я же молча шел и просто думал об этом. Я быстро побежал в сторону, где видел Деда. Стойте, подождите, у меня есть пара вопросов. Но Деда уже нигде не было. Пипец, испарился куда-то. Только что же впереди меня шел. Я нащупал в кармане браслет. Достал, стал его рассматривать. Если верить гопникам, то этот браслет как раз принадлежит тому Деду. Слышь, пацан, ты куда это убежал-то? А кто будет за проход платить? Извините, у меня нет денег. Я сегодня последнюю тысячу бомжам отдал. Слышь, он походу что-то не догоняет. Ну-ка, объясни кому, сиплы, своими-то методами, а? Второй гопник с кулаками пошел на меня. Нужно было срочно что-то делать. Не знаю почему, но от страха я быстро надел браслет на руку. А? Не понял. Где я? Что я здесь делаю? Только что же был возле гопников. Я осмотрелся. Я лежал на полу в незнакомой квартире. Вокруг было разбросано много денег. На моей руке висел браслет с надписью «Гений». Нифига не понимаю. Но разобраться в ситуации я не успел. В комнату забежала девушка. Алишер, слава богу, мы тебя нашли. Что? Кто? Алишер? Ты кто такая женщина? Совсем допился уже. Я твой директор Аня. Вставай давай уже. Пошли. Директор? Нет у меня никакого директора. Я вообще нигде не работаю. Отстань от меня. Ну знаешь что, Алишер, это уже не смешно. Тебя только через неделю, а ты здесь валяешься. Вставай. Моргенштейн ты или кто? Пока эта непонятная женщина пыталась меня поднять, я снял с руки браслет. А? Я опять здесь. Ну что ты ждешь, ты сипы? Давай-ка, врежем его. Да ну нафиг. Пока, пацаны. Да встаю я, встаю. Отстань. Мы с Азизом ждем тебя у машины. У тебя пять минут. Офигеть. Выходит, когда я надеваю этот браслет, я останавливаюсь что, Моргенштерном? Чудеса какие-то. Неужели его правда тот дед заколдовал? Я поднялся на ноги, стал собирать деньги с пола. И песту бабла. Ну, Алишер Тагирович, ну молодец. Я спустился вниз по лестнице. Вышел на улицу. Прямо у дома стоял джип. У меня такое ощущение, что это за мной. Алишер, ну где ты ходишь? Нам ехать надо. Давайте без меня. Я прогуляюсь, потом созвонимся. Алишер, ты уверен? Ну, Алишер Тагирович, куда вы без охраны? Все, я сказал. Я здесь главный. Моргенштерн я или кто? Я уверенно пошел по району. В моих карманах лежали пачки денег. Недалеко я увидел знакомых бомжей. Ну, сейчас-то я оторвусь как следует. О, смотри. Это же, это же, этот, как его? Моргенштерн! Да, он самый. Это правда ты. Я твой фанат. Все хиты смотрю. Да, да, я Моргенштерн. Что вам, денег дать или автограф оставить? Это, конечно, автограф. О, где гибрид? Ладно, держи ты. Держи ты. Нет, стойте. Вот еще ловите, мне не жалко. Я этими бабками костерами убегаю. Спасибо, Моргенштерн! Как мы можем тебя отблагодарить? Яйца китайские больше детям не втюхивай. Вот это лицо у него было. Он никогда не поймет, что тот пацан и Моргенштерн это один и тот же человек. Может, даже пить теперь бросит. Думая об этом, недалеко на лавке я увидел тех самых гопников, которые сегодня хотели отнять у меня деньги. Ну, наконец-то, голубчики, вы и попались. О, теплый. Смотри, какой модный мало идет. Модный, значит, есть бабло. А баблом надо делиться. Хи-хи-хи. Слушай, Сева, мне кажется, я его знаю. Это это, рейпер известный. Моргенштерн, во. Слушай, да как красивый сектор. Бабло есть, значит, наш клиент. Хи-хи-хи. Пацаны, да у меня немного с собой бабла. Тысяч 10 евро, не больше. Сколько у меня баблищи-то? А ну-ка, давай сюда. Гопники пошли на меня, но я был спокоен, так как знал, что за мной постоянно наблюдает охранник Азиз. Он тут же подбежал к бандитам и решил с ними все вопросы. Я же говорил, Алишер Тагирович, вы звезда, вам нельзя одному ходить. Мы с Азизом вернулись в машину. Там меня ждала мой менеджер Аня. Всю дорогу она трепала мне нервы и говорила, какой я безответственный и неадекватный. Все, хватит мне нотации читать. Я уже большой мальчик. Я вылез из машины, побежал в дом. Шагу уже без охраны сделать не дают. Бесит. Я вызвал лифт, через минуту он открылся. О, военные, привет, я Моргенштерн. Э, вы что делаете? Уберите от меня свои руки. Да с вами за меня знаете, что будет? Да заткнись ты уже! Это был какой-то день недели, какого-то числа в августе. Точный день я не знаю. Еще не хватало думать про эти пустяки на каникулах. Я лежал на кровати и как думаете, чем занимался? Конечно, играл в Бравл Старс. Что же еще утром делать? Музыка здесь теперь полный улет. У меня уже 16 тысяч кубков и целых 45 бойцов, прикиньте? Почти всех собрал. Кстати, ребят, а вы еще играете в Бравл Старс? Если да, то поставьте лайк и напишите, сколько у вас бойцов и кубков. Очень интересно. Пипец, вообще не могу оторваться от этой музыки в меню. Интересно, кто ее придумал? По-любому Моргенштерн. Только гений мог такой отрыв сочинить. Но мои безумные танцы в комнате продолжались недолго. Ко мне забежала злая сестра. Вообще нормальный? Ты чего здесь как обезьяна прыгаешь? А ну, выключай быстро! Ой, да я это, Ирин, просто размяться с утра захотел. Вот музыку и включил на телефоне. Размяться? Во-первых, уже два часа дня. А во-вторых, у тебя на телефоне твой Бравл Старс открыт. Ой, неудобно-то как вышло. Надо как-то выкручиваться из этого положения. Но не успел я придумать, что ответить сестре, как она заговорила сама. Ты вообще знаешь, какое сегодня число? А, да вроде пятое или седьмое. Может, третье? Двенадцать. Двенадцать? В смысле? Что это значит, сестра? Хватит загадками говорить. Двенадцать дней осталось до школы. Сегодня девятнадцатый августа. А ты ни одной книжки не прочитал, ни тетрадки не открыл. Чего? Реально, что ли? Реально. Посмотри, какое сегодня число. Хоть раз используй его не для игр. Офигеть. Сейчас правда девятнадцатый августа. Всего двенадцать дней до школы. Это что же получается? Я что, все лето проиграл? С этими мыслями я сам того не замечая обулся, вышел в подъезд и уже через минуту был на своем месте для грусти. На балконе. Да как такое вообще возможно? Только вчера ведь было начало июня. Я довольный шел в перепрыжку из школы домой и знал, что впереди целое долгое лето. Думая об этом слева от себя я услышал чей-то голос. Это что, пацан? У тебя хоть лето за секунду пролетало, а у меня вся жизнь за одно мгновение. В смысле вся жизнь? Если честно, не очень понял вас. А? Только вчера я был, прикинь, молодой успешный мужчина в полном расцвете сил. Как сейчас помню, иду такой я по парку, весь такой молодой, красивый, денег полно, накачанный, девчонки орух меня. Я себе еще это, татушку набил на лице, ну чтобы в офис не ходить. Извините, товарищ бомж, а это вы точно свою историю рассказываете? А то очень похоже на Моргенштерна. Чего? Да пошел ты вообще? Тебя, эта, жизнь открываешь, а ты, тьфу на тебя. И чего он обиделся? Ведь правда же не про себя рассказывал. Эту историю все знают. И произошла она с моим любимым рэпером Моргенштерном, а не с бомжом этим. Ну это еще спокойно подумать не дадут. Алло. Ты куда делся-то? Все лето проиграл, теперь последние дни перед школой прогулять хочешь? А, да я тут это, Ирин, просто вышел. А ну быстро домой, чтобы через минуту здесь был. Да уж, судя по голосу, спорить с сестрой сейчас точно не нужно. У меня одна жизнь, и чего ей надо? По-любому сейчас за уроки меня сажать будет. Но ничего, по этому поводу есть у меня один козырь в рукаве. И правда, не успел я зайти в квартиру, как на меня налетела сестра. Ты вообще что ли ненормальный? У тебя до школы чуть больше недели осталось, а ты опять гулять пошел? Ты совсем учиться не надо? Может сразу в армию будешь готовиться? Ну вообще-то, сестра, я думаю об учебе, и у меня есть выход из положения. Видимо, мой рассказ понравился Ирине, и она довольная вышла из комнаты. У меня же на душе было не очень спокойно, а сидеть одному дома в четырех стенах с таким настроением, это точно неправильно. Ой, мусор захватим, все равно не нападешь. Я взял мешок у сестры, недовольный вышел на улицу. Да уж, ну все, приплыли, до учебы 12 дней, а я совсем, совсем ничего не сделал. Не накачался в парке, не заработал денег, да даже всех бойцов в Бравл Старс еще не открыл. Только вот мешки с мусором от дома до помойки таскаю. В этом я точно профессионал уже. Пока я размышлял о своей никчемной жизни, я как раз проходил мимо баскетбольного кольца. Там какие-то ребята играли в мяч. Получалось у них очень неплохо. Почти все мячи залетали в корзину. Я остановился и стал наблюдать. Буквально через минуту ко мне обратилась девушка. Че стоишь? Давай с нами. Где я? Не понял. Что я тут делаю? Только что же на площадке баскетбольной был. Я попытался потихоньку встать на ноги. Огляделся. Пипец, у меня башка раскалывается. Ничего не понимаю. Деньги какие-то на полу валяются. Фальшивые, наверное. А? Чего? Ролексы? Золотые? Походу настоящие. Что они у меня на руке делают? И браслет какой-то странный. Я поднял одну пятитысячную купюру с пола. Офигеть, или меня глючит, или это все настоящие деньги. Да их здесь целое состояние. Я быстро начал собирать все деньги с пола. В это время в комнату зашла какая-то девушка. Алишер, ну слава богу, я тебя нашла. Ты чего здесь делаешь? Ой, Ирин, это ты? Блин, что у меня с голосом? Охрип что ли? Какая Ирина, Алишер? Алишер, я Аня, а твой концертный менеджер. Опять напился и не помнит ничего. Алишер? Аня? Ничего не понимаю. Куда я попал? И вообще, это все очень похоже на мою старую квартиру. Ладно, надо выбираться из этого дурдома. Только деньги с собой захвачу. Я собрал все деньги с пола, Аккуратно прошел по коридору и вышел в подъезд. Там у двери стоял какой-то мужик. Алишер, Агирыч, ну наконец-то вы в себя пришли. Куда едем? Ты еще кто такой? Отстань от меня. Дай пройти. Алишер, Агирыч, ничего. Я в ваших опряде грозить. А, понятно, все с вами. Вы просто вчерашний вы с меня нашли. Стой, куда пошел? Отстаньте в сейфу. Да отстаньте вы все от меня. Достали. Не ходите за мной. Вот так и стойте, пока я не уйду. Я наконец вышел на улицу, обернулся. Ну слава богу, вроде не идут. Пипец, я вообще ничего не понимаю. Как я здесь оказался? Откуда на моей руке эти дорогущие часы? Почему у меня в карманах пачки русских денег? И нерусских тоже. И вообще, почему меня Алишером называют? И тут ко мне подбежала девушка. Алишер, Алишер, это вы? Офигеть, что вы в наших краях здесь делаете? Можно автограф? Пипец, и ты туда же. Ну давай, накалякаю тебе что-нибудь. Девушка дала мне бумажку и ручку. Я стал расписываться. Офигеть, Моргенштерн! Моя рука сама это написала, как по привычке. Офигеть, спасибо большое моей подружке. Будут шоки, что я вас тут встретила. Спасибо. Пипец, точно, сомнений быть не может. Я Моргенштерн. Но как? Как такое могло произойти? Я же всегда был обычный пацан. Или может меня реально глючит? Может я всегда был Моргеном? Думая об этом, я уже подходил к парку. Опасно, конечно, здесь одному появляться. Здесь людей много, по-любому кто-нибудь узнает. Ладно, капюшон посильнее натяну и голову вниз опущу. Должно прокатить. В таком положении я шел по парку целых секунд тридцать. Но еще через пару секунд меня спалили. И кто бы вы думали? Бомж! Бегись! Ты же Маргенштерн! Да тихо ты! Я это я! Чего ты хочешь? Это автограф хочу! Водку хочу! Телефон можно сфоткаться! Я ваш фанат! Все люди вас слушаю! Тихо, тихо! Остановись! Давай вместо автографа вот тебе! А вместо фотки вот! Нормально! Бомж был в шоке! Было видно, что столько денег он не видел никогда в жизни! Ну я вижу, что нормально! А теперь разворачивайся и тихонько уходи, не привлекая внимания! А! Понятно! Пойду! Это я твой фанат Маргенштерн! И это ты помни! Ты человек года! Пирожков вообще ни о чем! Наконец-то ушел! Главное дальше не запалиться! А то еще пара пачек бабла лишусь! Хотя у меня их и так девать некуда! Я снял капюшон, достал деньги из карманов и пошел вперед! В конце-то концов Маргенштерн я или кто? Эй, посмотри! Два мульта на мне часы! Три на шее, семь под жопой, мне чуть меньше двадцати! Как же это приятно быть самым крутым рэпером нашей страны! Самым узнаваемым лицом России! И тут я заметил, как ко мне бегут два человека! Парень и девушка! Мне кажется, или я точно ее где-то видел совсем недавно! Я тебе говорила, это он! Смотри, сколько денег раскидал! Понятно! Давай собирай все быстрее! Ребята начали активно собирать деньги! Правильно! Больше берите! Больше! Вот вам еще! Вскоре все деньги уже были собраны! Парень в странной одежде обратился ко мне! Слышь, че стоишь-то? А ну-ка часы снимай! Чего? Слышь, парень, не наглей! И так денег тебе накидал полно! А эти часики совсем другой уровень! Слышь, я кому говорю-то? Ну-ка, быстро котлы снял! Говно-рыпер! А то рэп читать нечем будет! Гопники жестко пошли на меня! Я понял, что сейчас мне может быть очень больно! Вот теперь бы я все отдал, лишь бы рядом был Азиз! Я напрягся и заорал во все горло! Азиз! И тут, откуда ни возьмись, сзади выскочил Азиз! Гопники тут же бросились убегать от него! Ты как, Алишер, ты в порядке? Да, кажется! Ну ладно, давай, приходи в себя! Вставай уже! Давай, очнись! Чего ты развалился-то? Да поднимайте вы его! Да встаньте вы от меня! Не трожьте! Я Моргенштерн! А? Ирина? Мне что, все это привиделось, что ли? Я огляделся по сторонам. Я был на той самой баскетбольной площадке. Надо мной стояли ребята, с которыми я играл и Ирина. Пипец! Вот это меня проглючило, конечно! Субтитры сделал DimaTorzok